Девушки отдыхают Девушки отдыхают Считается, что она зародилась около 5 миллиардов лет назад Раньше она представляла собой сгусток пыли, газа, мусора, льда Потом в середине этого сгустка начал образовываться шар Когда он развил достаточную массу, у него появилась гравитация Он раскалился и превратился в наше Солнце В нем начались термоядерные реакции Оставшаяся часть исходного сгустка продолжала в виде диска вращаться вокруг Солнца В этом диске тоже начали появляться сгущения меньших размеров Из них постепенно образовались планеты Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун После образования больших планет остались совсем мелкие фрагменты Уже в виде каменных и ледяных глыб Они пошли на формирование всевозможных мелких объектов Солнечной системы Да, например, на формирование карликовых планет, природных спутников или астероидов Кстати, мне кажется, многие из наших телезрителей знают, что в нашей Солнечной системе всего 8 планет И вам будет интересно, мне кажется, узнать, чем же они отличаются друг от друга Эти 8 планет делятся на две группы Земная – это, конечно, наша Земля, Меркурий, Венера и Марс Они довольно близко расположены к Солнцу и имеют твердую поверхность Планеты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун Фактически это газовые гиганты Им просто не хватило массы для того, чтобы стать звездами Их составляющие – это гелий и водород То есть, если земные планеты, те, которые ты перечислил, ну и наша Земля Состоят из металлов и минералов То вышеперечисленным планетам просто не хватило этих материалов Для того, чтобы стать планетами земной группы Арина, ты упомянула водород и гелий Ты знаешь, что это самые распространенные элементы Вселенной? Стефан, конечно, я не знаю, что такое водород и гелий Я очень жду уроки химии, потому что без химии мы не можем изучать никак Вселенную Да, а еще бы без физики и математики Я поняла, что мне еще учиться и учиться Стефан, как ты думаешь, возможно ли жизнь на других планетах? Ведь этот вопрос интересует всех землян Сколько фильмов, сколько книг написано о поисках инопланетной жизни и встречи с ней Арина, пока никто не может дать тебе точного ответа на этот вопрос Ближайшие к планете Земля планеты Меркурий, Венера и Марс Навряд ли смогут оказаться пригодными для жизни Например, Венера, ее называют сестрой Земли Они схожи по размерам, на ней также есть ветер и гравитация Но на этом их схожести заканчиваются На Венере очень сильное атмосферное давление Почти в 93 раза больше земного Это как представь, если бы ты опустилась на глубину 900 метров под воду Почти один километр Представляешь себе? Также из-за сильного парникового эффекта Температура поднимается до 465 градусов Дожди делают планету совершенно непригодной для жизни На Меркурии жизнь тоже маловероятна Это самая маленькая и самая близкая к Солнцу планета Из-за огромного влияния радиационных лучей Солнца А от Солнца мы получаем не только тепло и энергию Но и очень много вредных лучей И получаем много вредного излучения Мы не можем жить на Меркурии Там слабая атмосфера, которая пропускает очень-очень много нехороших веществ Кстати, температура на теневой стороне Меркурия достигает минус 150 градусов Цельсия А на Солнечной, если не ошибаюсь, 400 градусов Цельсия А вот есть ли жизнь на Марсе? Пока вопрос тоже остается без ответа На Марсе найдена вода в замороженном виде Русла и кратеры от засохших рек Поэтому ученые предполагают, что когда-то там была вода в жидком виде Но пока это все данные Ведь марсоходы, которых, кстати, там уже 5 Не могут получить более точную информацию Хотя Марс, так же, как и Земля, находится в так называемой обитаемой зоне Он достаточно холодный из-за слабой разряженной атмосферы Температура на Марсе колеблется от плюс 25 градусов Цельсия до минус 70 А также немного изучен спутник Юпитера Европа Там имеется вода в жидком виде В виде океана, который находится под огромной толщей воды Глубина этого океана около 90 километров Это очень много Этот слой воды служит отличным щитом от вредной радиации и излучения Солнца Поэтому ученые предполагают, что там может находиться элементарная жизнь То есть простые, бактерии, простейшие А также немного изучен спутник Сатурна-Титан Это предположение подкрепляется информацией, полученной из зонда Гюйгенс Который был спущен на поверхность Титана в 2005 году Стало известно о наличии метановых озер И очень плотной атмосферы с осадками метана в жидком виде А метан могут выделять некоторые бактерии в процессе своей жизнедеятельности Метан – это газ И наверняка ты с ним сталкивалась, если у вас дома газовая плита И ты, например, подогревала себе суп Но повод для волнения все-таки есть Этот метан взрывоопасен И к тому же без запаха Невозможно унюхать его утечку Стефан, что-то я запуталась, подожди Но когда дома утечка, можно же понять это по запаху? Да, опять это химия Химики придумали подмешивать в небольших количествах К непахнущему метану сильное и неприятно пахнущее вещество Чтобы вовремя обнаружить утечку и избежать взрыва Стефан, мне кажется, я уже немного знаю химию Давай вернемся к поиску жизни в Солнечной системе Есть еще очень много интересных объектов для исследования Но главная проблема – это расстояние Ведь чтобы пролететь до Марса, нам понадобится около полутора лет Ничего себе! Да, представь себе, просто долететь до одной из ближайших к нам планет А чтобы добраться до Титана или самого Сатурна Понадобится по разным оценкам до семи лет Кстати, если немного покопаться в архивах Можно найти информацию о том, что в 60-х годах В СССР была ракета Н-1 И она была способна долететь до Марса То есть еще тогда Советский Союз мог отправлять людей на Марс Но из-за радиации в космическом пространстве Длительные полеты для живого организма губительны Стефан, а как ты думаешь, что можно сделать для того, чтобы добраться безопасно до других планет? На этот вопрос у меня есть идея Наша новая российская орбитальная станция РОС На которой можно было бы построить небольшой космический цех для сборки тяжелых ракет и спутников И возможно далее космических кораблей будущего И укреплять их специальными защитными средствами от радиации К примеру, свинец хорошо защищает от радиоактивных частиц А самих космонавтов можно доставлять в специально построенном космическом лифте Но идея с космическим лифтом еще очень далека от реальности Из-за отсутствия специальных технологий Поэтому пока я думаю о стандартных ракетоносителях Таких как Ангара или Союз Стефан, ты все-таки романтик Романтик, но практичный Как ты думаешь, вот чего нам не хватает для рывка к этому? Для рывка к тому, о чем мы мечтаем, глядя на звезды? Я думаю, нам всем не хватает смелых решений Не хватает той идеальности, которая была у советских ученых Такого фантизма, с которым они двигали вперед Творили и создавали свои дети Стефан, мне кажется, благодаря ребятам, таким как ты Будущее нашей страны будет не хуже, чем прошлое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!